мешает реклама жми на крестик всем привет друзья подписчики и гости моего канала сегодня будем обозревать нового монстра так как эта рубрика рандомный гайд поехали так что нам для этого нужно перейти на сайт и сгенерировать прошу прощения буду пропадать пока что 79 до 79 монстра у нас я далеко не ушел это 12 так как мы на 12 монстра уже обозревали вот то есть мы опять нажимаем эту кнопочку 14 а вот 14 у нас по-моему не было закрываем браузер и так нам поможет в принципе для этого стикер так как буду ввести стикер для того чтобы вся напоминалка будет каких монстров я обозревал каких нет вот 8 19 12 14 то есть будет более-менее понятно так как могу где-то забыть и так 14 монстр поехали находим в коллекцию и сейчас просчитаем сейчас подгрузится кстати после обновления версии 202 я так понимаю всех стало выкидывать будто там не знаю кого-то чаще выкидывает кого-то не пускает в игру там вот это вот соединение сети все такое я так понимаю это все-таки проблема сервера проблема самого патча обновы так что не переживайте думаю это скоро все наладится так как обычно начинаем все с феи кстати кстати по поводу феи недавно мне тут подсказал один из моих подписчиков что таким одним из бюджетных вариантов на некроманта будет фея огня почему давайте ее сейчас поначалу побыстренько вам проскочим думаю этой информации будет всем интересно так как недавнем патче вы знаете феи всех переделали и первый удар у них наносит мульти атаку назовем так то есть три удара вот чем она хороша то есть на некроманте три удара с первого скилла это очень такие неплохо это очень хорошо едем дальше на второй скил выпускает две стрелы тоже неплохо два удара и самый прикол конечно же это ее третий скилл то есть от четырех до шести атак то есть это рандом ну зачастую естественно будет прокать 5 плюс очень полезный добавка к замедления на похода и я думаю что ну спите а так уж точно да что-то пролетит замедление конечно не факт естественно вы знаете что такое рандом вере и так далее но я считаю это неплохо так как видите шесть ходов мне кажется что с улучшением так как этих фей перекормил скормил блин я если бы ее раньше заметила вообще вспомнил о ней я бы ее бы наверно по прокачал вместо бы там не знаю того же эльфа огня которого я сейчас качаем но раз я уже начал его качать естественно его буду качать и дальше поэтому согласитесь очень очень неплохой вариант бюджетный на некроманта и так а теперь вернемся к гайду так выпало нам число 14 и сейчас мы будем смотреть то есть 14 итак это сегодня будут кошки кошки киски надеюсь она не влажная ладно едем вот начнем мы конечно же с моей это представительница огненного класса вот ну и пробежимся по скиллам персонаж ориентирован на атаку то есть атакующий персонаж ладно будем смотреть итак атакует вихревым ударом и улучшает врага на один ход шансом 25 процента то есть ну естественно одна атака одного врага шанс оглушить в принципе неплохо как для первого удара для первого скилла прошу прощения итак перейдем ко второму увеличивает шансы критического удара на два хода и контратакует врага индикатор так и повышается на 50 процентов то есть этот скил многих подобных вот к примеру у всех големов у кого есть обказ со второго скилла то есть вы понимаете о чем я говорю то есть что она делает и в чем плюс этого скилла то есть шанс крита на два хода то есть если вы к примеру ей сделаете 70 процентов крита да и то есть она со второго скилла походит точнее на себя обказ завешает вот то есть у нее разгонится до 100 процентов крита плюс вы понимаете контратаковать она будет с первого с первой атаки сто процентов шанс крита к примеру да то есть это неплохой урон если у вас конечно критикал дамага тоже есть и к тому же еще и возможность застанет в принципе неплохо то есть с одной стороны это атакующий монстр с другой стороны он сможет не то чтобы защиты то есть это не означает что ее нужно в защиту одеть из-за того что у нее контратака то есть ее можно контр как стихию даже использовать что ли вот то есть против любовь любых массовок опять же я говорю об этом персонаже как а более назовем так а более средней игре то есть флейте вряд ли вы встретите где то мы и там не знаю на арене уж точно вот поэтому да я говорю о средней игре и к примеру этом не знаю двадцатый тридцатый уровень либо вы там новичок еще в игре у вас там нет десятка шести звездочных монстров поэтому почему бы нет мои можно качнуть нож на счет шесть звезд не торопитесь на 6 звезд я бы я не переводил и по крайней мере за всю мою игру в чате я не видел чтобы кто-то перевел на 6 звезд вот поэтому вернемся к второму скиллу в принципе неплохой и плюс индикатор атаки на 50 процентов повышается что это означает что что это значит в прошу прощения договорюсь вот то что полоска сразу на 50 процентов остановится следовательно она походит фактически моментально точно через несколько ходов она уже опять походит в принципе это неплохо третьем скиллу наносит урон мощным индикатор атаки орган до нуля ну это что-то типа турбулентности уборы ты кто знает то есть она атакует соло цель урон неплохой ну как для и для нее вот и понижает атак бар следовательно если она остается к примеру да вот ситуация один на один с кем-то походила она там третьим скиллом потом походила вторым скиллом следовательно она походит грубо говоря три раза подряд если третий скилл сработает вот понижение атак бары потом вы используете к примеру первый второй скилл то есть вам повышается сразу же 50 процентов атак бары если скорость у вас приблизительно одинаково с тем кто остался против вас то вы походите еще и третий раз к примеру там первым скиллом но это естественно так как он у вас не будет в откате и если уже после этого по вам походит тот персонаж что и к примеру ну естественно же прогнет контратака со второго скилла то есть вы нанесете еще и четвертый удар то есть в принципе канитель может начаться веселая но это так скажем да и практика хороша ну точнее теория хороша но на практике вы же понимаете то есть по началу игры да неплохо по поводу урон чтобы сказал чтобы я и ходил ну виолент я не думаю что поначалу есть у многих поэтому да буду разбирать более бюджетный вариант это естественно фатал то есть плюс 35 процентов атаки так как они все-таки атакующий монстр и ну наверное думаю плейд думаю плейд в допах я бы и одел добрал бы немножко точности для того чтобы третий скилл срабатывал вот поэтому да фатал блэд я думаю неплохой вариант какие в принципе для любого атакера вот перейдем дальше кстати лидерка у нее битва кильдии ну это такое то есть вы понимаете среднячок придем к водяной представительницы этого класса нужно прогружайся ног с ног с ног с так кстати то после обновы в ног с тоже не пускала типа я там использую плохие программы меня забанят и все такое но один очень хороший человек не в этом помог за что ему благодарен и теперь у меня все работает как я уже начал переживать и так так а вот это представительница согласитесь как для атакера фактически 120 скорости родной это неплохо сейчас посмотрим скиллы первый скилл понятно одно и то же носит руку постоянно ронут на два раза ну на два хода вы понимаете то есть на два хода висит череп и понижает индикатор атаки на двадцать пять процентов ну в принципе что можно сказать о скилле дот плюс понижение атак бара в принципе неплохо неплохо едем дальше к третьему скиллу ничем он не зацепил второй увеличить шансы критического удара на 50 если противник никаких ослабляющих эффектов то есть смотрите к примеру если вы сделаете 50 процентов шанса и вы будете кого-то бить из врагов на котором не висит ни один дебафф то есть бафы не в счет дебафф то есть красные значки не висит ни один дебафф то ваша киса мина мина прикольно будет атаковать естественно сто процентов шансов крита но как только повесится хоть один там какой-то дебафф и вот единственное кто знает отпишите в комментариях засчитается ли стан от первого к примеру скилла за дебафф за дебафф то есть к примеру если у вашей мины будет 50 процентов крита да чисто теория такая вся процентов критаю вы ударили там первым скилом первым скиллом и потом ударите к примеру еще раз и неважно первым либо вторым скиллом инвторим не бейте первым скелом будет ли у вас шанс крита допустим сто процентов Протестировать я этого, естественно, не могу Хотя у меня есть эта кошка Но я ее в гекс Оставил Поэтому, кто ей пользовался, отпишите Мне стало интересно, как вы видите У меня каждый день возникают какие-то такие Мелкие вопросы по поводу Не то чтобы правильности работы скиллов Если бы тут еще и описание было бы Какое-то более длинное, там, я не знаю Гайд, именно от Комтуасов По поводу каждого скилла, возможно Ну да, я бы сейчас и не говорил об этом Поэтому, да, отпишите мне Так, и Опять же Крит, удар Ну, 16% Это, вы понимаете, очень-очень мало Даже для лидерки НГВ Итак, что по поводу урон, скажу По поводу урон бы на нее одел бы Это, ну, опять же, средний вариант Так как в лейте она явно не закатит Ну, опять же За счет того, что она атакующий класс Кстати, здесь из-за ее вот родной скорости В 120 ей есть Есть вариант То есть, не подумайте, что это 100% классный вариант Очень был бы неплохой вариант Вместо фатала Одеть, допустим, если у вас Более-менее неплохие руны На свифт То есть скорость Плюс 25% скорости И это ей даст Фактически там Тридцатку Не буду заниматься этими подсчетами Около тридцатки скорости К родной Плюс Она сможет походить Быстрее, допустим Чем кто-то из них А возможно даже и первая Смотря какие вы руны На нее оденете И походить К примеру Своим вторым скиллом И следовательно Понизить еще Атак бар Тому персонажу Которому вам Нужно То есть вы можете Законтролить какую-то цель Очень таки быстро Вот Поэтому в принципе Как вариант Одеть на нее свифт Но Естественно Бюджетный вариант Это Фатал Плюс Блэйд То есть 35% атаки Плюс 12% шанса крита Эти два сета Одеть по максимуму В атаку Естественно Я же говорю Если свифт вы хотите Одеть То во второй слот Я советую Одеть скорость Для того Чтобы сделать ей скорость Ну хотя бы там При ваших там Средних Слабеньких рунах Хотя бы там 170-180 В сумме В сумме Поэтому Как вариант Средние оценки Выставлять не буду В этот раз Так как Персонажи попались Такие То есть В лейте Вряд ли они Завязаются А вот на Среднем этапе игры Неплохие дамагеры Согласитесь Если бы они У меня попались Ну так скажем В моем Детстве Этой игры Я бы их использовал Вот Перейдем К ветру Так Ветер Ветер Ты могуч Оп А нет Не прошел Ее еще не пролистал Где наша киса Киса Кири 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 Да тут они идут Немножко Неправильно Я вспомнил Надеюсь Никого не обижу Рассказали мне На работе Заика Пытавшийся На улице Выговорит Слово Ксерок Собрал Пол района Котов Вот такое Да Так Ветер Наоми Такая Имичка Прикольная Ей бы быть Конечно Темной Наоми Кэмпбелл Ладно Не будем А то сейчас Еще и к Саше Игры Перейдем Так По поводу Скорости Также вы видите Фактически 120 скорости Третий персонаж Атакующий Я так понимаю Они по моему Все атакующие Дальше пройдем Я просто не помню Цвет тьму Так Первый скилл Понятно Второй скилл Точно такой же Не будем его разбирать Третий скилл Обретает 25% Шанс критического Удара За каждый Ослабляющий Эффект На противнике Вот вы видите Здесь уже Немножко другая Система То есть Персонаж Намекает на то Чтоб у него В команде Были Какие то Дебаферы И желательно Побольше Чтоб на всех Персонажах Либо на каком-то Одном Если вы хотите Зафокусить Висело К примеру Если Я так понимаю В теории Будет висеть 4 дебафа Там какой-то Раскол Какой-то Дот Там я не знаю На скорость Там гланс Я не знаю Там понижение Атаки Еще чего-то То есть В теории Если на персонажа Висит 4 дебафа Разных Это не означает Что дот На 3 хода И там допустим Еще раскол То есть 4 Разных Иконки дебафа 4 То есть В теории Она даже С 15% Шансом Обретает Естественно Шанс крита В 100% То есть Как бы В теории 115 Но так как Выше 100 Нельзя понять Это и логически То есть 100% крита То есть Ей По сути Шанс крита Разгонять Не нужно Вот Поэтому Поэтому Одевайте ее Максимально в атаку Максимально в крит Урон И в принципе Как дд Очень неплохо Заедет Но Для нее Нужна определенная Пати То есть В пати Обязательно Должен быть Раскол То есть Понижение Защиты И Ну и Другие Несколько Каких-то Бафов Для того Чтобы догнать Ей 100% Крита То есть Даже Если вы Сделаете 50 И навешаете 2 Дебафа Допустим Раскол И там Я не знаю Понижение Атаки Там Да что угодно Любой Второй Дебаф Даже Вот Если она Вторым Скилом Походит И навесит Дод Этого Уже Хватит После этого Она первым Вторым Скилом Будет Постоянно Критовать Этого Персонажа Естественно В принципе Согласитесь Неплохо То есть Мне вот Наоми В плане ДД Ну естественно Это другая Стихия Вы же Тут путать Нельзя Вода Ветер Это все Такое Но вот Именно Ее Третий Скилл Мне Больше Нравится Больше Импонирует Вот Честно говоря Ну опять же Смотря Какое Пати Вы же Видите Нужна Определенная Пати Для нее Как Атакеру Ставлю Хорошую Оценку Она мне Нравится Чуть Чуть Больше Чем Вода Ну это Так Суммарная Оценка Чуть Чуть Больше Чем Вода Так Едем Дальше К Свету К Свете Едем Мы Соседнее Село Так Где У нас Угу Вот Киса Боже Какая Лапа Черная Само Белая Прикольно Так Второй Скилл Увеличит Шансы Контор Атакует Повышает Ну точно Такой же Скилл Как и Огненный Понимаете И так Третий Скилл Кстати По поводу Скорости Вы видите Скорость Уже Поменьше Третий Скилл Отиночный Бой Если Твое Здоровье Выше Здоровья Врага Твои Атаки Наносят Дополнительный Урон Пропорциональный Твоему Максимальному Здоровью И так По поводу Нее То есть К примеру Твое Здоровье Выше Здоровье Врага Твоему Здоровье То есть Грубо говоря Это Назовем так Скилл Фаталити То есть К примеру Когда вы Доминируете Над кем То Даже Если У вас Полное ХП У кого Буквально Пяточки Не хватает Я не знаю Вы там Ударили На 50 На 100 Какого-то Танка То есть У вас Уже Идет Некое Так Скажем Привилей Над этим Персонажем То есть Не бейте Тех Персонажей Которые Выше Вас По уровню ХП Это не Означает Что К примеру У вашей Сяолинк Может быть 5000 ХП И она Будет Фуловая А у Кого-то Может быть 50000 ХП Но у Него Не будет Хватать Ну Буквально Тысяч Две То есть Полоска Все равно Уже Там 5-10% Будет Меньше То есть Ваша Сяолинк Естественно Включает Пассивку И давай Его Месить Вот В теории И пропорционально Максимального Здоровья Своего Но скажу Понимаете Здесь Уже Некая Несостыковка В Персонаже Что Видите Она Атакующий Класс Следовательно Атака У нее Разогнана Больше Чем Здоровье В пропорции Назовем так Но Пассивка У нее От максимального Здоровья Следовательно Ее не оденешь Толком Не в хп Потому что Урона Она будет Немного Носить Потому что Ей нужны Условия Чтоб она Била А если Ее где-то Подсольют В начале Что у нее Будет меньше Хп Чем у Всей Вражеской Пати Следовательно Толку От нее Абсолютный Будет Ноль Абсолютно Серьезно Как вариант Единственное Что ее Можно одеть Я сразу Перейду К рунам Это Вампирик Очень неплохой Вариант Уловая Хп Но для того Чтобы она Как минимум Стремилась К постоянному Пополнению Хп И даже Если ее Поначалу Подслили Она может За счет Своего второго Скилла Через Конторатаку Конторатаку Кстати да С контратакой Тоже Работает Подхил То есть Она будет Первым скилом Бить И подхиливаться На часть урона С вампирик Сета Вот поэтому Кстати да Действительно Если так задуматься Если она у вас есть Вампирик Сет на нее Будет просто Мастхэв Потому что В атаку ее особо Не оденешь В хп Тоже не оденешь По поводу рун Я могу сказать так Что можно даже Микс одеть Если у вас есть Там я не знаю Второй четвертый Слот на хп Можете тоже В принципе Попробовать Почему бы и нет Но Я бы советовал бы Наверное все таки Руны это Атака Крит урон Либо хп Атака То есть Сделать один Либо два слота На хп Ну Здесь Комбинировать Можно То есть И это нужно Тестировать Я даже не знаю Что ей лучше Будет хп Либо атака Вы понимаете То есть Персонаж Немного За счет Единственного Сета Вампирика Она может Как-то Что-то сделать Но опять же Это нужно Тестировать Назовем так В лейте А кто ее Будет поднимать На 6 звезд Там я не знаю Из тех Кто играет Больше года И тому подобное Я думаю Вряд ли Кто будет ее Поднимать Поэтому Персонаж Назовем так Немножко Не нравится Мне Вот Своей Вот Это Вот От Максимального Здоровья Персонаж Атакующий Атака Зависит От хп От ее Пассивки Поэтому Не нравится Мне этот Персонаж Но За счет Вампирика Она сможет Как-то Себя Реализовать Так Пройдем К теме Но из всех Она меня Больше всего Заинтересовалась Не знаю Как кого Вампирик Кстати Я просто Уже Заметил Уже Точнее Вижу Эти Конительки Веселые Если бы Кто-то Бые Раскачал Но я Точно Не буду У меня Мне она По-моему Никогда Еще Не попадалась И Не надо Да Так Где она У нас Честно Что-то Я не вижу Вот Темная Все-таки Черная Киса Афроамериканская Прошу прощения Да Так все Скорость 120 Фактически Второй Скилл Не будем Рассмотреть Мы его Уже Видели Итак Око Звука Отвечает На критический Удар Врага Критическим Ударом И повышает Индикатор На 30% Ну скажу так Что неплохо Вот к примеру Да Если есть Какие-то Массовки Которые Вас там Кританут Особенно Вот Миху Михо Или Михо Михо Не ну конечно же Михо Я думаю Ладно Не будем на этом Вот По поводу Скилла В принципе Прикольно И Если к примеру На нее Одеть еще И какие-то Комплекты Контер-атаки То есть Дополнительно То будет неплохо Так как Первый скилл Вы помните Он станет Он станет Следовательно Она может в ответ Мало того что Ну Критануть То есть Ей можно оставить Шанс крита Там чуть бы не 15 То есть Если у вас не получается Там разогнать шанс крита Да и не парьтесь Он ей не нужен Так как Она будет отвечать На крит Крит урон По ней Тем же критом Плюс еще и возможно Застанет первым скиллом Согласитесь Неплохо Неплохой вариант Вот Поэтому Пассивка достаточно Интересная И кто проходит Башню Есть этажи Где вот эти вот Киски Все в комплекте Собраны И она вот этой Своей пассивкой Заталбывает Особенно Когда Где-то там Не досмотрел Не помнишь Что и дает Ее пассивка Каким-то там Ведром походишь Или Ахманом По этой меху Она тебе в ответ Таких же навешивает Что ой-ой-ой Вот поэтому Да Не забывайте Про ее пассивку Пассивка интересная По поводу рун Ну я думаю Так же на атаку Либо за ее За счет ее скорости Можно одеть Так же Свифт Так же Так же К примеру Ее можно одеть В тот же вампирик Так как за счет Контер-атаки Она тоже будет Хилиться И это неплохо То есть Грубо говоря Постоянная Контер-атака Но опять же Если вы там Атакуете Какой-то пати Состоящую Из всех Четырех Саппортов У которых Вы скорее всего Знаете Что шанс Крита Чуть бы не 15% Естественно Туда она заедет Ну вряд ли Могу сказать так Поэтому используйте Правильно Как Контер Назовем так Контер не то Чтобы даже стихию А контр-пик Вот Каким-то там Пати на арене И так далее В данжах Я всех Пятерых монстров Этих не особо вижу Конечно же Можно использовать Но Они предназначены Для арены Там Для ГВшки За счет их Вот Лидерок Вылечит защиту Такое Вы понимаете Лидерки Естественно Слабые За счет того Что это Изначально Трехзвездочные монстры Поэтому Неплохой вариант Пассивка Достаточно Интересная То есть В сумме С ее скиллами Особенно С первым станом Поэтому Как-то так Вот Ну что Посмотрите Вот Вы видите Да Ошибка Вот такая Ошибка У всех Вылазит Не важно С какого Интернета Сидите Вайфай Там Мобильная Сеть Еще Что-то И тому Подобное Часто Вот такая Ошибка Вылазит Наконец-то Меня начали Атаковать Выставил Я сливной Дев Для того Чтоб Слиться Так В принципе Это и все На сегодняшний день Что хотел Сказать Оставляйте Комментарии Не забывайте Высылать Мне Картинки По поводу Игры Ваше Творчество Не ваше Творчество Все равно Присылайте Да Вот Напоминаю По поводу Призыва Свитков Если вы хотите Чтоб я Для вас Это сделал Поэтому Вот И все Да Оставляйте Пишите Комментарии Напоминаю Что 29 Числа Я буду Проводить Онлайн Стрим На твиче Поэтому Буду Рад Каждому И всякому Туда Попавшему Также Буду Об этом В чате Немножко Влудить Поэтому Любые вопросы Которые Вы Захотите Задать Обращайтесь Пишите Там Мне Я буду Отвечать Там В принципе Вы понимаете Мне всегда проще Ответить Голосом Особенно Тем Людям Которые Со мной Общались В скайпе Я там Могу Разъяснить Во-первых В разы Быстрее Так Скажем Понятнее И Ну Доходче Что ли Но я не знаю Как это еще Выразить Поэтому В любом Случше Мне проще Ответить Голосом Чем Печатать На клавиатуре И все Такое То есть Человек Где-то Может Прочитать Неправильно Слово Еще что-то Или Всю Суть Неправильно Понять А голосом Не будет Проще Поэтому Читая Чат На Твиче Параллельно Там Не знаю Фармя Какого-то Гиганта Дракона И так Далее Для того Чтобы Так Скажем Видео Не было Пустым То есть Я буду Отвечать На Вопрос Всех Подписчиков Гостей Друзей И тому Подобное По игре И не только Поэтому Всем удачи Всем спасибо Кто смотрел Меня И этот Гайд Думаю Многие Для себя Что-то Вынесли Интересное Всем Пока